Всем привет друзья, с вами Варчик, в этом видео поговорим с вами про танчик СТ-2, взял на нем 3 отметочки, рассмотрим для начала его броню, познакомимся с этим танком и я вам все подробно про него расскажу. Что касаемо брони, то в НЛД у нас всего лишь 209 мм приведенки, 180 мм без приведенки и как ты ее не крути, брони много не получишь, даже если будешь ромбовать. Также в НЛД у нас тоже не особо толстая, 150 мм, приведенки получается 260-250 мм, если стоять ровно, если ромбовать, брони становится побольше, но она все равно не спасает на 100% даже от обычной ББшки. А если зарядить голду, даже не самую хорошую, то даже в НЛД в ромбе все равно может быть больно. Также еще есть лючок мехвода, который пробивается только в путь. Грубо говоря, лючок мехвода даже ББшками стабильно будет пробиваться, даже если мы ромбуем, можно сбоку стрелять, поэтому танк не бронированный даже в НЛД. Если мы ромбуем, то брони становится достаточно много, танк реально бортом танкует хорошо и даже в ближней щеке, которая у нас находится под таким вот углом, даже в ней все равно много брони. Но если мы заряжаем голду, то эта щека уже начинает пробиваться. А если танк, который в нас стреляет, имеет пробитие голдой хорошее, то начинает пробиваться уже более-менее даже стабильно. Также если враг стреляет снизу вверх, то надгусеничная полка пробивается, поскольку вдоль борта она полностью дырявая. Также днище танка у нас абсолютно без брони, крыша башни без брони, крыша лючка без брони и крышка корпуса тоже. Обратным ромбом особо не потанкуешь, тут все плохо. Лючок у нас всего лишь 240 мм приведенки, 190 без приведенки. Самая крепкая часть танка это щеки башни, но в маске этот танк пробивается, если стрелять туда голдой. Без голды туда пробить шансов почти нет, там микроскопически какие-то там полпроцента, и то не везде. А вот голдой уже местами пробивается довольно-таки серьезно. Не только в маске, но и в щеках есть места, которые без приведенки особо и пробиваются легко. Эта башня против ПТ-10 не особо хорошая, поскольку вокруг орудия тут пробивается несложно. Даже голдой обычных танков тоже туда можно пробивать. Танк пробивается в щеки, танк пробивается в лючок мехода, в НЛД, в ВЛД, над гусеничную полку, в крышку двигателя, в крышку башни и даже в днище. Броня у нас есть в щеках башни и в борту. Самый лучший вариант танковать бортом. Также еще можно играть от башни, и если с левой стороны у нас есть укрытие, мы прячем лючок. Итак, вот мы познакомились с броней СТ-2. Выводы по броне следующие, это то, что очень много уязвимых зон. Стать позиционно правильно на этом танке действительно сложно, и не на каждой карте вообще возможно. Поскольку нужна башня, чтобы танковала только одной стороной. Бортом можно танковать только в одном случае, если враги находятся выше или на уровне на вашем, по высоте. ВЛД вообще нельзя подставлять, там оно дырявое, голдой пробивается всеми, кому не лень. И даже без голды пробивается лючок мехвода, НЛД вообще я молчу, просто ватная. Обратным ромбом танковать вообще никак не получится, там столько разных перепадов высоты, столько всяких наклонов. И абсолютно все крышки двигателя ватные не обладают вообще никакой броней, будут пробиваться чисто черкачом. По правилу трех калибров. По такому же правилу будет пробиваться крыша и крышка лючка. Если враги стоят выше вас, то скорее всего в рандоме вас голдой будут пробивать не только в крышу, но и над маской наклонную поверхность, которая будет пробиваться, поскольку там будет мало приведенки, голда туда пробивает вообще легко. Обидно то, что обладая таким огромным количеством уязвимых зон и рандомной стрельбой в игре, и огромным количеством людей, которые играют на голде, получается, что люди иногда будут вас пробивать даже не туда, куда целились. Поскольку куда-то да залетит, там мест, которые танкуют, не так уж и много. Поэтому играть на этом танке еще сложнее, из-за того, что маневренность у него реально на дне, на таком глубоком, что даже не видно где это. Скорость поворота башни абсолютно никакая. Мало того, что уязвимых зон много, так еще и башни не поворачиваются. Даже если захочешь подставить нужную часть танка, не всегда получится, поскольку он ну просто не поворачивается. И это вдвойне обидно, даже если ты знаешь, чем танковать, не факт, что это получится. Еще и в таких быстрых боях попробуй успеть подставить нужную часть танка, выехать, стрельнуть. А если вокруг вас куча танков носится туда-сюда, вы даже не то, что танкануть не успеете, даже стрельнуть. Поскольку эта башня вам мешает не только танковать, вовремя подставляя нужной части танка, но и стрелять. В добавок к этому у танка пониженное пробитие голдой 310, из-за чего мы не так уж часто пробиваем танки, куда хотелось бы, даже если попадаем. Если к этим 310 прикрутить ВБР и от 310 минуснуть 25%, может вылететь такое скромное пробитие, что даже и стрелять неохота. А перед тем, как сделать этот не особо офигенный выстрел, вы мучились очень долго, чтобы повернуть башню, которая вообще не поворачивается. Попутно получая поезимым зонам, которых очень много. Вот такой геймплей на этом танке, очень замечательный. Танк напоминает какой-то сгусток вялых параметров, для того, чтобы максимально отяготить геймплей на этом танке, но непонятно для чего. Здесь какая-то бешеная альфа, там 500, 600, 900? Нет. Здесь ультимативное пробитие насквозь все танки пробиваются? Нет. Здесь бешеная броня, которой мы все танкуем? Нет. Танк очень быстрый, он еле едет даже с фиолетовой турбиной. Так ради чего так сильно этот танк занижали по параметрам, если у него ничего нет? Давайте перейдем к плюсам, что же у него хорошего есть. Ну на самом деле плюсов, наверное, два. Первый это офигенная стабилизация и то, как летит снаряд у этого танка. А именно куда летит. Стабилизация невероятная. Стрелять можно практически всегда, в любом положении, неважно что вы делаете. Едете, поворачиваете корпусом, башней, что хотите делайте, вы всегда готовы стрельнуть. Единственное, что успеет ли башня повернуться туда, куда вам надо. Это единственная трудность. Стабилизация реально классная. И прикол еще в том, что не только стабилизация классная, а то, насколько часто снаряд летит в середину. Какими параметрами они там у себя в картофленде выкручивали, чтобы снаряд летел всегда в середину, я не знаю. Но видимо там есть какие-то параметры у орудия и что-то там покрутили. Но на самом деле, даже с такой стрельбой играть сложно. Казалось бы, стрельба реально комфортная и офигенная. Но, если вы стреляете голдой, там пробития почти нет. А вам нужно еще с такой плохой мобильностью куда-то доехать, не получить люлей и не сдохнуть, и успеть повернуть башней, навестись и стрельнуть. При этом, как бы оно не летело часто в центр, все равно не всегда оно так офигенно летит. И по быстрым танкам в дальней всегда ты и попадешь. В быстрых динамичных боях на СТ-2 играть реально сложно. Но вот орудие действительно комфортное. Вот бы башня еще поворачивалась намного быстрее, танк был бы чуть-чуть мобильнее, и он заиграл бы реально намного лучше. Мне кажется, разрабы перестарались, занижая ему параметры чересчур сильно. Вполне мог бы получиться какой-нибудь бодрый веселый танчик по типу WZ-55, в котором они не жалели скорости и напихали в него ее по максимуму. А вот СТ-2 обделили и сделали его каким-то унылым и вялым. В обычных спокойных долгих боях на нем комфортно находиться в бою, когда вы просто кимперите и играете как танк поддержки. Если вам не нужно играть на первой линии, сдерживать врагов, принимать основные удары на себя и не нужно стрелять по уязвимым зонам нищей голдой, которая ничего не пробивает, а просто ББшечками в топе в спокойных боях, этот танк действительно прикольный. Что-то в нем есть. Но это скорее какая-то льготная десятка должна быть, чтобы получить на нем кайф. В нормальных суровых жестких боях он сыпется просто как бумага. И второй плюс, который у танка действительно есть, это количество ХП. Его много, конечно не 3000, но опять же, если бы тут было мало ХП с такой вонючей броней, бой бы заканчивался еще быстрее и вы бы не успевали даже те крохи урона набивать, которые набиваете на этом нищем танке. А почему этот танк нищий? Потому что планка на 3 отметки у него 6-ая с днища среди всех тяжелых танков. То есть хуже него по статистике только Panzerkampfwagen 7 немецкий, Type 5 Heavy, T57 Heavy, IS-7 и FV215B. Отметка реально находится на каком-то дне, поскольку танку банально не хватает скорости или пробития голдой, маневренности или броня должна быть покрепче. Слишком много минусов, причем абсолютно в разных типах геймплея этот танк зарезан дальше некуда. Приятного и комфортного в нем очень мало. СТ-2 действительно можно назвать слабым танком и необходимости в его прокачке абсолютно нет. Планка на 3 отметки 4000 плюс-минус, она там немножко туда-сюда двигается иногда. И 4000 суммарки на 3 отметки это прям вообще мало. Но это заслуженные 4000, потому что танк мало может, поэтому и планка нищая. Теперь перейдем к оборудованию танка, что я на нем ставил. Фиолетовую турбину, стабилизатор и закалку. Чтобы было больше хп, которого и так много, поскольку танк танкует так себе, то выживать нужно хотя бы хпшкой. Улучшил стабилизацию, которая приятная, поскольку больше особо этой нечего улучшать. Хотя вместо стабилизатора можно попробовать что-то еще. Но что ему еще можно поставить? Досылателя там нет. Просветленку ставить, чтобы светить? Мы так медленно ездим, что особо светить никогда не будем. Разве что можно поставить грунтозацепы, чтобы возможно танчик быстрее ездил, но не факт. Стабилизатор это проверенный годами вариант. Ну и турбина, понятно, чтобы танчик хоть как-то двигался, поскольку он как мертвая лепешка. Где бросили, там и валяется. По поводу полевой модернизации, я все качал с левой стороны. Как обычно, улучшение набранной скорости за счет проходимости грунтов. Улучшение точности. Потом защита от оглушения. И только в парной модификации седьмого уровня я выбрал правое улучшение. Где была скорость поворота ходовой и максимальная скорость плюс 2 километра, поскольку танк не едет вообще. Но восьмой уровень я не успел прокачать. На танке я взял 3 отметки, там что-то за 120 боев вроде. Если бы не новогодний рандом, то еще быстрее бы взял. На восьмом уровне там прочность внутренних модулей и скорость ремонта. Либо скорость горизонтального наведения и разброс при горизонтальном наведении. Я бы попробовал в первую очередь улучшить скорость поворота башни. Посмотрел бы, как бы это сказалось на танке. Но ухудшение прочности внутренних модулей часто негативно влияет на выживание. Танк начинает сыпаться и каждым выстрелом все ломается. Поэтому на восьмом уровне в полевой модернизации нужно пробовать, какое улучшение зайдет лучше. В танчике есть что-то интересное, задумка неплохая, но реализация скудная. Танк получился очень слабым и по сути ненужный. В нормальном хорошем рандоме на нем можно набивать 4000 средухи. Это делать крайне сложно. В дурацком рандоме новогоднем у меня получилось там что-то 3700 на нем набивать. Приятного в нем очень мало, а негатива много. И в конце поговорим про фишку танка. Это само собой два ствола, возможность стрелять тремя разными способами. Как цикличный танк просто стреляя по одному снаряду. Как такой мини барабан на два снаряда можно выстрелять по очереди два. Или стрельнуть залпом, чтобы стрельнуть сразу двумя. Такая вариативность позволяет нам чаще ошибаться. Поскольку под один момент, который происходит в бою, нам нужно подобрать лучшее из трех вариантов. А чем больше вариантов, тем больше вероятность ошибиться. Из-за чего мы иногда не даем один снаряд, а хотим дать залпом два. Пока заряжаем залп, враг может сдохнуть. Или пытаемся дозарядить снаряд, чтобы не потерять в ДПМе. Но из-за этого тоже можем не дострелять лишний выстрел. Поэтому мой вам совет, стрелять залпом только в крайних случаях. Когда вам никто не мешает, никто не подсосет урон. Рядом нет союзников, которые быстро заберут врага. И после залпа вас не накажут. Поскольку после залпа идет небольшой штраф. И орудие начинает заряжаться чуть позже, чем когда вы стреляете по одному снаряду. Поэтому если вы не хотите терять в ДПМе, просто стреляйте по одному снаряду и все. Самое главное, стрелять просто по одному снаряду при каждой возможности, как только можете. На все остальное внимания особо не обращайте. Это самое главное, чтобы больше настреливать. А в быстрых боях, даже ошибка с одним уроном, уже не позволяет вам держать нормальную среду. Также в первую очередь, как только вы начинаете играть на двустволке, самое первое, что нужно сделать, это поменять залп с левой кнопки мыши на любую другую удобную для вас. У меня это дополнительная кнопка на мышке, которая находится сбоку. Мне удобно ее нажимать большим пальцем, поскольку большой палец особо ничем не занят. Он просто держит мышку сбоку, поэтому мне удобно нажимать кнопку. Если с левой кнопки мыши не убрать залп, то ваша стрельба одиночными снарядами будет происходить с задержкой. Это очень неудобно, неприятно. Стрельба ухудшится 100%. Чтобы этого не было, обязательно меняйте кнопку. Я надеюсь, в настройках и в управлении вы найдете. Там все написано. Возможно, картошечка забалансила этот танк так слабо, поскольку думала, что все танкисты абсолютно идеально будут подбирать три варианта стрельбы под каждый момент в бою и все будут держать высокую средуху на этом танке. Но не тут-то было. В быстрых сумасшедших боях на этом танке играть очень сложно. С вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»